Продолжение следует... Есть повеление Всевышнего, которое нужно исполнять, поэтому поклялся вторично, что я снова буду исполнять какую-то повелительную заповедь, или есть вещи, которые запрещено, поэтому нет смысла клясться в том, что я не буду этого делать, если это и так, и так уже тоже запрещено. Говорит Мишна, не жмали в отеле-то митсва. Человек поклялся не исполнить какую-то заповедь повелительную. Например, человек поклялся, не одену, не буду одевать филин, или наоборот поклялся исполнить запрет Торы. Я буду одевать шиатнес, или я буду есть некошерное. Велобитель. Но в итоге он исполнил одел филин. Патур. Он не должен, он не подлежит наказанию за лжеклятву. Теперь надо понять, почему. Очень интересно объясняет Рамбам причину. Напишем Рамбра Тора, потому что сказала Тора. Легара улейтин. Да, клясться для как бы зла или для добра, как мы говорили. Отсюда следует, что Адам не подлежит, не будет Хаям из-за своей клятвы, а только если он клянется о какой-то вещи, которую можно было сделать добром, если бы она не была злом, или злом, если бы она не была добром. Да, это называется, то есть вещи, которые зависят от твоей свободы воли. Например, яблочки. Яблочки хочешь ешь, хочешь не ешь. А ты взял, поклялся, что да, я мог бы их есть, но я их не буду есть. Окей, это можно. Но когда человек клянется о вещи, которые выбора у него нет, значит, ты не будешь одевать филин. Ты должен одевать филин, да? Но этот вопрос, он не подлежит. Этот вопрос не рассматривается, да? Этот вопрос должен быть, ты обязан одевать филин. То есть, как ты можешь поклясться против чего-то, что обязует тебя Тора? Поэтому, говорит, Несмотря на то, что ты можешь сказать, ну, если человек поклялся, что я буду есть свинину, теперь, когда он ест свинину, он вредит своей душе, или когда он на борт клянется для зла, то есть, имеется в виду, запрещает себе, я не буду есть хамец в Песах. Он как бы делает добро для своей души, тем не менее, это уже было, то есть, нет смысла клятся, что ты не будешь есть хамец в Песах. Хамец в Песах нельзя есть, потому что мы поклялись на горе Синай, давая, беря на себя все заповеди. Тарьяк, Митсвот. Поэтому такая клятва, за нарушение такой клятвы, он не будет подлежать ударам плетья, если сделает это специально, и принесению жертвы Олеве Юред, если сделает это случайно, но что он получит удары плетья за пустую клятву. Вот мы с вами познакомились, да, с понятием Швуат Шам. Есть такое понятие пустая клятва, да, как Тараваннер объяснял здесь разницу между Швуат Шам и Швуат Шекер. Да, Рав сказал, что Швуат Шекер, это если я говорю, что, да, клянусь, что у меня дома есть там красная книга, да, а на самом деле у меня красной книги нет. И нужно время, чтобы проверить, да, какого цвета книга у меня дома. И на момент, когда я клялся, этого знать никто не мог. Но потом, когда проверили, поняли, что я солгал. Это называется Швуат Шекер. Это называется ложная клятва. А что такое пустая клятва? Когда человек смотрит на стол и говорит, клянусь, это стул. Что значит, как это значит, стул, это стол? Это называется пустая клятва. Так здесь, когда человек говорит, там, клянусь, я не буду есть хамед в Песах. Это Швуат Шав. Это пустая клятва. Что значит, клянусь, ты уже заклят всеми, да, союзами в Торе. Да, ты еврей, ты не можешь. Ты не можешь есть. Да, это мечта, она, в прошлый раз мы упомянули, а это целая мечта, этому посвящена, да. А тут, как бы, да, ты уже, ты клянешься, это называется Швуат Шав. Лэкаем нишба, лэкаем это митсва. Или наоборот, если ты клянешься, исполнить какую-то митсву. Велокием, и не исполнил ее. Ты патур, ты свободен. Почему? Потому что Швуат Битуй из устная клятва, шель Швуат Битуй халаль, давар митсва. Она неприменима к заповедям. То есть, что значит, ты поклялся, что ты оденешь твилин. И так, и так должен одеться твилин. На тебе эта клятва и так есть. Есть такое понятие, называется овер аль митсват асе. Нарушил повелительную заповедь. Обратите внимание, для женщины повелительные заповеди, зависящие от времени, если женщина села в суку, она получит награду за то, что исполнила заповедь сидеть в суке. Но если женщина не сидит в суке, в суку, она не получит наказание за то, что не сидит в суке, у нее нет этой заповеди, она шаразман-грома. А? У женщины у нее все заповеди есть, кроме заповедей, которые шаразман-грома. У нее очень много заповедей. Просто тех, кто зависит от времени, у них нет. Очень важно. прислушиваться, прислушиваться, Но вот если мужчина не оденет филин, или не будет сидеть в суке, мужчина не просто не получит награду, да, а он еще и получит наказание, он авар аль-митсват асе, он нарушил повеление, он должен был сидеть в суке. Почему он не сидел? Он за это получит наказание, в отличие от женщины. Поэтому здесь человек говорит, клянусь, я одену тфилин, и не одел тфилин. Он не подлежит отдельному наказанию за свою клятву. Он и так, он и так обязан был одеть тфилин, он и так авар аль-митсват асе. Да, поэтому от этого он будет по тур. Потому что невозможно, клятва, она не ложится на заповедь. Но он также не будет подлежать ответственности за пустую клятву. Почему? То есть за пустую клятву тоже нет. А почему? Когда он сказал про хамец, мы сказали, что это пустая клятва. А почему про тфилин это не пустая клятва? Ведь он и так как бы обязан одевать тфилин. Потому что человек имеет право подстегивать себя клятвой, чтобы исполнить заповедь. на самом деле просто когда человек говорит я одену тфилин это уже это уже клятва. Это уже заповедях это клятва, которую ты даешь в Байдине именем Всевышнего. Это называется непроизносимым именем моего попусту. Имеется в виду во время клятвы. Такие клятвы тоже есть. Но мы сейчас говорим шву отбитую. Словесные эти. Клянусь, я завтра будем с тобой учить Тейлим. А мы в заднем получили Тейлим. Это очень серьезно. Особенно в двор митсвака когда человек говорит я там дам 100 рублей и не дают 100. тогда не слово клянусь и сказал я завтра буду читать. Это нэдер. Тоже очень серьезно. Кунам это тоже очень серьезно. А ты сейчас был вообще нэдер и тушкен. Да. И есть разница между клятвами и нэдерим. Будем об этом говорить. Разница практическая. Да. Что клятва на человеке а нэдер на предмете. Что если я обещаю эту овечку принести в Корбан. А потом эта овечка взяла и ее съели волки. Если я отдал нэдер все я не должен ничего. Ту овечку которую я хотел принести она исчезла. Да. Но если я клянусь я принесу овечку в храм. Эту овечку съели я обязан найти другую. Эту съели я обязан я поклялся принести овечку в храм. Я никуда от этого не делюсь. Это клятва. Нэдер он аля хеф на предмете. Да. Пропал предмет пропал и нэдер. Но сейчас не про это. Идем дальше. Говорит Мишна так почему я если я поклялся что я одену тфелин да лекаем человек да сказал я исполню тфелин в лекаем по туру. Он свободен даже от пустой клятвы. Потому что имеет право человек себя подстегивать. Эти люди знаешь боятся там проспать все клянусь завтра я стою на шахаре надоело да постоянно просыпаю. Можно так делать. Поэтому здесь нету да он не будет наказан даже за швача. ле фиша ая бадин теперь так почему у нас мечта учат этому закону. ше аниш ба лекаем это митсва велок что человек который поклялся исполнить заповедь но не исполнил ее патур знаете почему он свободен от ответственности? ле фиша ая бадин ше в шар ая льмо бе кальва хомер потому что это можно было бы выучить по принципу кальва хомер тем более ше е хая мишум шво отбитуй да что он должен потому что ты мог бы прийти если бы не мечта этого не сказала я мог бы решить что конечно я должен я подлежу наказанию если я поклялся не отдел его да поэтому мечта должна была нас этому научить почему если мечта этого не сказала я бы выучил кальва хомер какой кальва кальва хомер скажу Если даже клятва о разрешенном, то есть о том, что в твоей «я съем завтра кашу», у тебя нет обязанности есть кашу, хочешь есть кашу, хочешь не ешь кашу, есть яблоки, не есть яблоки, твое дело. И даже если в этом ты поклялся, я не буду есть яблоки, или я съем яблоко и не съел яблоко, ты подлежишь ответственности, ты нарушил клятву, тем более, да, никто тебя не заклинал с горы Синай есть яблоки, и ты все равно, если ты нарушил клятву, что будешь есть яблоки и не поел их, ты нарушил клятву, так тем более, если ты поклялся сделать одетфелин, в чем ты уже заклят союзом Торы с горы Синай и не исполнил этого, тем более ты нарушил клятву, слышите, Кальмахомер? Поэтому мечта пришла сказать нам нет, это не так. Да, мечта не говорит ничего, что если бы она, что и так понятно. Мечта не пишет для глупцов, для мудрецов, поэтому все, что пишет мечта, это хидуш. То есть, если бы мечта этого не написала, логически ты пришел бы, может быть, к ложному выводу. Поэтому мечта тебе это пишет. Митва швуа бедвар митва, шумушба лехмар Синай, инодин шея хая валеа, амру ло. Но сказали мудрецы Рабьюти бен Бетере. Лой, это не Кальмахомер. Это не Кальмахомер. אם אמרת בשבועת הרשות שחייב עליך שכן עשה בה, כתוב, лав כהן. Если ты, ам, 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 ам любой другой вещи. Если ты поклялся съесть яблоко и не съел, ты нарушил клятву. Если ты поклялся не съесть яблоко и съел, ты тоже нарушил клятву. А что касается митцвы, говорят мудрецы, да, а что ты скажешь про клятву о митцве? Если ты поклялся исполнить митцву и не исполнил, и что будешь подлежать ответственности за ложную клятву, потому что если ты клянешься о повелительной заповеди, у нее нет зеркальности. Яблоко, у тебя выбор, можешь есть, можешь не есть. Поэтому ты можешь поклясться как его съесть, так и поклясться его не съесть. И если ты нарушишь и в том, и в другом случае, ты нарушил клятву. Но в митцве, да, если ты поклялся одеть тфелин, ты его одел. Но как ты можешь поклясться не одеть тфелин? Ты поклянешься против того, что говорит Тора? А, извините, я поклялся, что буду нарушать шаббат, поэтому я буду нарушать шаббат. У меня клятва, что делать? Не работает такая клятва? Да? 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 Это митцва, что если человек поклянется и отменит заповеди, ой, вы знаете, я клянусь, что буду есть свинину. Вот я отменяю эту заповедь. Клятвой, да? Вело битель, ота. А, нет, не запомнил. Повелительную. Он говорит, не буду делать арбаменим. Да? А, клятва, я не буду исполнять заповедь арбаменим. Но в итоге исполнил ее Патуру. Он, конечно, будет Патура Афлайда Атхат. Ты же согласен? Ты сам, Бен Бетейра, согласен, что такой человек не будет подлежать лжеклятве ответственности? Ох, негодяй, не надо было тебе одевать филин. Как? Или не надо было делать арбаменим. Ты поклялся? Нет, конечно. Ты же должен был взять арбаменим. Поэтому мы не будем, он не подлежит наказанию за лжеклятву. Потому что человек уже заклят с горы Синай, что у него есть заповедь, обязанность брать арбаменим в суккот или одевать филин. Поэтому никакая твоя клятва не способна упасть на то, на что ты уже заклят Торой. И поэтому твое исполнение этой заповеди тоже никак не влияет на то, что ты сказал. Потому что написано в пасуке, и если поклянется человек, заставив себя или ограничив себя, я так перевожу, потому что тяжело понять, как бы для зла и для добра. Для добра это имеется в виду заставить себя сделать то, что он был не обязан. Я буду завтра есть яблоки. Ты мог этого не делать, теперь ты себя заставил. Или я отказываюсь себе завтра в яблоках или на всю жизнь в яблоках. Это называется, ты мог этого не делать, но ты себя ограничил. То есть должна быть опция и того, и того. А здесь что? С заповедями так не работают. А заповедь, все, у него есть. Ты обязан одевать филин. Значит, ты поклялся. У тебя есть уже обязанность одевать филин. И поэтому, если ты поклялся одеть филин, нет в этом смысла, потому что ты и так обязан. И если тем более ты поклялся не одевать филин и одел филин, мы не будем тебя наказывать за нарушение клятвы, потому что изначально клятва не сработала. Она неприменима. Но, как мы сказали, ты будешь наказан за то, что сделал клятву пустую. Швуатшав называется. Не швуатшекер. Вот эта разница. Ты не ложно поклялся и нарушил клятву. Ты поклялся бессмысленно. Бессмысленная клятва. И причем, смотрите, как интересно. Бессмысленная клятва, она в отношении запрета. А в отношении повеления нет бессмысленной клятвы. Потому что можно подстегивать себя в повелениях. Ну, лень тебе сейчас ехать, арбаменим выбирать. А ты, нет, нет, надо себя как-то усилить. Все, обещаю, клянусь, я обязательно в этом году там исполняю арбаменим. Окей, да. Так можно делать. Но заклинать себя, что я не буду там нарушать шаббат, разжигать огня в шаббат, да, в этом смысла нет. Клятва не срабатывает. Ты не будешь наказан за лжи клятву. Но это была бессмысленная клятва, что называется швуатшав, потому что и так ты уже этой клятвой заклят за горы Синай. Абута, это была шестая Мишна. То есть, Раташем, мы уверенно продвигаемся к концу главы. Скажем с вами только, что сегодняшнее изучение Торы было в заслугу наших братьев. Ахейну, бит Иссара Антони Мецара и Башевья за выздоровление на репуат шерема Алияу Довид Бен Мирьям, Иссак Бен Мирьям, Ривка Бацара, а также лаилуи нишмат, лаобзин махаим ламецим, лаилуи нишмат, генадзь бен Херш, луэдри бен Авраам, хайм, мизов, хазады мецедок, алег беншалов, шбитайм бен Робен, он минахан, минах Мойш, минах, 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok